Шел ранним утром по проезжей части и попал под колеса легковушки. На трассе Челябинск-Новосибирск задавили пешехода. Подробности расскажет наш корреспондент. Сегодня, 20 октября, в районе 6 утра на автодороге Челябинск-Новосибирск, 24-й километра, произошло трансное происшествие. По данным ГИБДД, 43-летний водитель Кунашакского района двигался в попутном направлении с транспортным средством, но на него наехал водитель на иномарке. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Фура задавила человека на трассе Южноуральск-Магнитогорск. По данным полиции, мужчина перебегал в проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса большегруза «Скания». Управлял фурой 64-летний водитель. Он не увидел человека, который резко появился на дороге. От полученных травм пешеход скончался. Наехал на мотоцикл, а потом на пешехода. Это ДТП случилось в Аргояжском районе. Тут водитель ВАЗа в темное время суток не заметил мотоцикл, который лежал на проезжей части. Мужчина наехал на него, а после на пешехода, который был пьян и лежал рядом. Пострадавший выжил и сейчас в больнице. Выбежал раньше родителей. Ребенок попал под колеса автомобиля в Копейске. По данным ГИБДД, авария произошла на улице 4-й пятилетки. Мужчина на «Шевроле» наехал на пятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Очевидцы говорят, что ребенок был в сопровождении взрослых, но они не уследили за ним. Мальчик побежал раньше через дорогу и попал под колеса авто. Малыш получил травмы и был госпитализирован. Ребенок едва не попал под колеса Пазика на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Судя по кадрам, пешеходам загорелся зеленый сигнал светофора, но слева от них едет маршрутчик. Девочка транспорт не заметила и побежала через дорогу и едва не попала под колеса. Оба понадеялись, что машин не будет. Эта авария произошла на пересечении улиц Братьев Кошириных и Каслинская. Судя по кадрам, водитель поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. В итоге удар. Трамваи встали на теплотехе. Очевидцы сообщают, что пути занял автомобиль. Из-за этого движение вагонов остановилось. Как именно произошла авария, выясняют инспекторы ГАИ.